Главный тренер баскетбольного клуба Кремль Борис Сагай, защитник Алексей Чегринов. Алексей, пожалуйста, Ваш краткий комментарий матча. Поздравляю Днепр с заслуженной победой. Команда очень хорошая, чемпионы Кубка. Результат на табло это та разница в уровне между нашими командами. Мы сделали все, что могли, но нам не хватило ни сил, ни ротации. Счет по делу, проиграли. Столько, сколько должны были. Спасибо. Борис, пожалуйста. Относительно того, во-первых, поздравляю команду Днепр с очередной победой. Мы не должны были столько проигрывать, но проиграли столько, сколько получилось. Я благодарен ребятам, они боролись, сопротивлялись, где могли, насколько могли. Не хватило, конечно, сил, не хватило ротации игроков. Так есть, как оно есть. Спасибо. Главный тренер баскетбольного клуба Днепр Денис Журавлев, защитник Николай Вельховецкий. Николай, пожалуйста, Ваш краткий комментарий о матче. В первую очередь хочу поздравить всех нас и болельщиков с окончанием регулярного чемпионата. Закончили мы его достойно. Что касается по сегодняшней игре, вообще нету комментариев. Скажу одно, что мы сегодня выходили на игру для того, чтобы делать нашу работу, то есть нашу систему. И, понятное дело, в этой игре все зависело от нас. Поэтому мы четко выполняли нашу установку. Спасибо. Мы старались сделать все, что мы должны. И, как всегда, я стараюсь игроков настраивать не против какой-то определенной команды, а именно на игру против любого соперника. И иногда такое бывает, что их хочется остановить, а сделать это очень тяжело. То есть тяжелее остановить команду, чем настроить ее на игру. Сегодня настрой был прекрасный. И ребята выполняли все, что нужно было. Прекрасная защита. Естественно, получили перехваты. 19 штук. Легкие очки из-под кольца в быстром порыве. 71%. Защитились, убежали. Игра стала довольно простая. Простая. Причем еще, что и хочется отметить, что мы не сбились ни на какие индивидуальные действия. Никто не старался что-то показать, проявить один на один и чем-то отличиться. Очень была командная игра, как в нападении, так и в защите. Вы сегодня пробовали совершенно фантастические, наверное, сочетания игроков на площадке. Впервые были некоторые игроки одновременно на площадке. То есть насколько этот эксперимент сработал, даже со скидкой на то, что Кремен сегодня откровенно соперником не стал? Ну, такие эксперименты с составом, прежде всего, я делаю, смотря на защиту. То есть если мы можем защититься, если мы можем остановить команду противника, то можно что-то себе позволить, какие-то позиции игроков поменять. То есть у нас и маленькие игроки выходили все, и большие. То есть неважно было, кто у нас на площадке. Не в своих позициях были некоторые ребята, но все складывалось так, что нужно было остановить мяч, забрать его и убежать. Единственное, что убежать по каким-то своим линиям, чтобы не мешать друг другу. То, что делали с успехом. Спасибо.